я снова рад приветствовать гостей и подписчиков канала свой кино как это было на самом деле прежде всего я хочу сделать такое небольшое объявление сказать что сейчас я плотно занимаюсь загрузкой своего архива которым я говорил в прошлых выпусках загрузка его на яндекс диск наконец-таки вот и в связи с этим я пока не буду делать никаких выпусков потому что архив очень большой и времени это занимает очень много вот как только я закончу с архивом так мы с вами сразу продолжим но сегодня мы с вами поговорим о современных изданиях который выпускает машина records вспомним про мороз затронем конечно же олега кабригу у меня тут кое-что есть из того что сейчас выходит поговорим мы также с вами о некоторых интересных моментах на каких вы узнаете по ходу этого выпуска и немного затронем историю одно из многочисленных гитар которые перебывали в руках виктора цои поговорим о том как она к нему попала и в каких альбомах это электрическая гитара звучит то о чем мы сегодня будем с вами говорить и здесь сделал ли си некоторые выписки чтобы не путаться чтобы ничего не пропустить не ошибиться то о чем мы сегодня с вами будем говорить так или иначе эту тему где-то краем боком я в разных выпусках затрагивал но как то чтобы посвятить этому целиком выпуск пока такого еще не было и так что и вам сегодня хочу сказать давайте начнем с того вспомним те времена с одной стороны конечно времена были хоть и такие бедные какие-то серые и скучные если сейчас смотреть на них я говорю сейчас про 90-е года кто-то еще застала 80-е но я конечно тоже застал но извините мне в девяностом году исполнилось пять лет так что я говорю про те кто 80 хуже был таким подростком как как минимум кому там было 16 больше лет может быть кто-то 80 уже был довольно взрослым надеюсь такие люди мой канал смотрит тоже вот вот так вот если вспомнить то время с одной стороны был дикий дефицит не будем затрагивать все сферы жизни раз уж говорим по-моему а музыки да с одной стороны был жуткий дефицит но все равно какое-то счастье что-то такое все равно какая-то ностальгия присутствует по тому времени казалось что мы тогда вроде бы как были более счастливыми хотя в 90-е годы мы мечтали о таких замечательных записях которые сейчас выпускает олег каврига и конечно же максим кондрашов лейбл машина рекордс мы мечтали иметь что-то подобное потом слава богу появился мороз рекордс спасибо ему большое за то что он был свое время он есть и сейчас на я говорю про вот эти кассеты про диски тогда и речи не шло это вообще было что-то заоблачное но вот эти кассеты это нас спасало в 90-е годы у нас появилась возможность услышать все номерные альбомы группы кино и даже какие-то редкие концерты даже квартирный концерт и даже какие-то ауттеки но мы понимали конечно что это все очень круто мы думали что это максимум звука потому что мы были тогда еще подростками большинство из нас мы не понимали что качество то там на особого то и не да и если вспомнить что говорил евгений гопеев который работал на морозе который занимался оцифровками кстати многие думают что он занимался реставрацией записи это неправда евгений гопеев к реставрации записи никого отношения никогда не имел евгений гопеев только оцифровывал пленки превращал пленку в цифру то есть аналоговый звук он делал цифровой и вот евгений гопеев вспоминать чем он приходилось работать практически вообще ничего не было когда встал вопрос об издании записи кино марьяна ц принесла какую-то из дома какую-то коробку того что она дома там по полку смогла по насобирать это были такие катушки бобины которые были в ходу у них дома с много лет в затертый до дыр как издавался но начальник камчатки ночь по моему издавалась с первой копии вот этой мелодиевской насколько я знаю про остальные альбома и сейчас точно не скажу но издавалось это все далеко не с первых копий и про оригинала вообще никакой речи нет но вроде бы как это не любовь издавалась оригинала насколько это правда я не знаю я вот не могу об этом сказать и вот потом уже когда пришло какое-то такое сознание мы взрослели и мы мечтали о таких записях которые сейчас выпускает машина рекордс и олег каврига мы мечтали сделать что-то подобное это продолжалось вплоть ну да когда они начали этим заниматься девятнадцатом году правильно или восемнадцатом девятнадцатом по моему и вплоть до девятнадцатого года мы только мечтали о том что когда-нибудь мы откроем какой-то конкретный музыкальный альбом группы кино и увидим там альбом в самом лучшем качестве в котором он только может быть увидим там черновик альбомов всякие аутэйки концерты и еще огромный буклет у меня всегда была стойкая стойкое ощущение что этого никогда не произойдет и поэтому я все 90-е годы все вплоть до наверное до 2010 года даже позже собирал по крупицам всю информацию о записи кино накопилось и очень много собирал я и где только мог откуда только мог ничего я собирал я планировал сам издавать вот такие диски издавать причем сделать одно единственное издание только для себя чтобы действительно был альбом каждый конкретный в самом лучшем качестве естественно черновик альбома если он сохранился буклет в котором все красиво аккуратно правильно и вот так как это делает машина повторюсь в который раз и как-то делает каврига вот действительно у меня были макеты обложек к сожалению это все пропало по большей части на старом компьютере к сожалению который сгорел помните он рассказал там все это был но теперь уже смысла делать такое издание для себя кажется вроде бы как и нет но опять такие мысли нет нет закрадывается а почему спросите вы да вот я сам нахваливаю как это все здорово как это все круто и как это замечательно на что мне тогда здесь не нравится а мне очень не нравится здесь один момент по части музыки придираться не буду далеко не у каждого из вас есть хороший аппарат дома далеко не у каждого и далеко не каждый скажет какое здание кавриги или максим кондрашова лучше но один из них делает это намного лучше я не буду говорить у кого с ушами все в порядке у кого с аппаратура вы сами все услышите поймете речь немного ребят сейчас не о том что касаемо кавриги что касаемо максим кондрашова мне очень не нравится один момент вот если мы откроем любой альбом любой буклет и посмотрим и мы увидим там как всегда кучу неправды но маман это здесь все замечательно потому что это полная копия французского диска до два раза у меня тут под руками группа крови будем говорить о нем куча 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 неправды я сейчас говорю о такой технической информации и прочей прочей ну то что здесь консультантом был каугин это понятно откуда ноги растут почему столько ошибок человеку это просто не интересно в другой момент но сидят же там музыканты но сидит там игорь тихомиров но сидит там наверное юрий каспарян но точно сидит там александр титов но и у самого максима кондрашова я думаю тоже с ушами все в порядке я не поверю то что человек занимается реставрацией записей при этом у него нет совершенно музыкального слуха или в принципе вообще слуха я не хочу никого обидеть на то что я сейчас буду говорить я буду подтверждать свои слова тем что буду дальше показывать во первых давайте не будем там сильно уж в это углубляться чтобы не затягивать выпуск давайте пройдемся так по верхам но во первых ни в одном из из альбомов которые уже вышли нигде не указано что виктор цой кроме альбома ночь нигде не указано что виктор цой играет на гитаре везде виктор цой вокал все но виктор цой на каждом альбоме играет как минимум на гитаре на акустической гитаре но еще извините он практически в половине альбомов еще и электрогитару берет в руки все прекрасно об этом знают и все это можно и послушать и в интервью вишни и в интервью тропила и можно это собственными ушами услышать на записи потому что как играет свой мы никогда ни с кем не перепутаем да вот он чесал он очень классно вот это все где играет каспарян где играется это все ясно понятно ладно альбом группа крови здесь вот более-менее как-то все еще точно ну давайте вот самые печальные самый печальный такой момент это конечно крайне крайний релиз максиму кондрашова а кстати у ковриги то же самое не хочу ни того ни другого обидеть я не знаю почему так но везде одни и те же ошибки я сделал для себя такую выпуску крайний альбом естественно издавала его только машина рекордского рига не имеет к этому отношения вот давайте смотреть альбом от не любовь если мы откроем буклет что мы там почитаем про гитару цоя как раз сейчас будет разговор я сейчас немножко не упоминал это потом давайте сначала вот поговорим о таком моменте с ним откроем буклет альбома это не любовь мы увидим следующую надпись всего вот гакель виолончели в скобочках 5 то есть всего вот гакель якобы играет на виолончели а в пятом треке эта композиция проснись эта любовь да нет там виолончели я уже на чем это только не слушал виолончели в пятом треке нет и не надо врать это во-первых где есть виолончели я вам скажу виолончель звучит в двух композициях во первых виолончель вы сейчас наверное удивитесь потому что многие из вас не обращали на это внимание но виолончель да это даже можно было услышать и на старых записях но вот сейчас на новых когда все кристально чисто все прозрачно он там настолько слышно все инструменты что грех прямо просто это не услышать виолончель звучит во первых в финале композиции саша помните когда плачет елена вишня и вот под ее плач там в конце вот гакель так траурно играет на виолончели такой мрачную такой мелодии во-первых мастер слова во вторых фиолончель всего до гакеля играет но туда в композиции это не любовь в проигрышах помните вот вот это вот нота вот послушайте вот я надеюсь вы услышали виолончель всего на гакеля если не услышали включите эту песню найдите в интернете если у вас нет на компьютере включите оденьте наушники в отчеты вы услышите виолончель всего до гакеля в проигрышах композиции это не любовь вот две композиции это не любовь и саша в которых звучит виолончель всего до гакеля но почему-то она указана в пятом треке проснись это любовь где ее вообще нет и вот но почему так вот я обращаюсь к людям которые это издают но но сидите вот там у вас вся аппаратура вы все там при неужели вы не слышите этого мне вот это непонятно может быть это специально для чего-то делается мне тогда тоже непонятно для чего объясните самое печальное что там сидят сами музыкант которые писали чистят это реставрирует а при этом они получается там ничего не слышит а если это так почему они там могут на реставрировать но я в это не верю я не знаю почему вот этот момент и вот эти вот ошибки которые были простительным морозу потому что там не сидел не каспарян там не сидел не тихомиров не гурьянов который кстати здесь не сидит и читов там не сидел и вообще тогда никакой информации не было и там что-то раскопать у мороза не было возможности сейчас можно правильно написать все но почему-то опять и морозовские ошибки даже еще хуже порой едем дальше не любовь клавиши почему указан юрий каспарян и все мои но если не все многие из нас прекрасно знают что каспарян всего лишь навсего учил елену вишню играть на клавишах на клавишах играть елена вишня и играет она в следующих композициях не верите переслушайте сами песня опять-таки проснись это любовь там елена вишня играть на клавишах особенно отчеркивает слышно в конце в композиции саша по моему на протяжении всей песни она играет на клавишах кому-то тоже четко слышно в композиции весна матча пила слышим клавиши и вот я объявляю свой дом без ядерной зоны 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 в припеве я не могу совсем точно сказать клавиши и это или дополнительные какая-то гитара через пущено через эффект вот здесь я затрудняю сказать вот четыре композиции где мы можем услышать клавиши елена вишня но почему-то в буклете написано что на клавишах играл каспарян опять очередная ошибка 5 гурьянов указан как ударник хотя гурьянов никакого отношения можно сказать к этому не имеет он просто давал такие советы наставления алексея вишню вишни как запрограммировать драм-машину а программировал ее уже именно алексей вишня опять-таки это не указано вот еще такой момент не знаю насколько он значительный или незначительный почему-то на издание альбома не любовь сильно урезаны высокие частоты выше 15 килогерц и кто разбирается вот откройте на компьютере это альбом который издал машина рекордс посмотреть причем это так это не просто там ради того чтобы не было перегруза эквализация как мне вчера объяснили это показали чем самое интересное мне сказали что песни как это песни некоторые песни из этого альбома попали на сборник спасем мир вот это вот веню какой-то выходил я даже не касался не смотрел еще не знаю мне не было времени я так понимаю это концерт спасем мир но видимо там какие-то бонусы из альбома не любовь и вот сказали что там с частоткой все в порядке указали мне вчера графики объяснили посмотрел да действительно так то есть почему-то там с частотами все в порядке здесь зачем-то опять прошли сиква лазерами и высоких частот получается как бы и не хватает хотел слушаешь кажется все нормально если об этом не знаешь да может быть она так и нужно но я вот в это не лезу это просто вот такие вот наблюдения так ну по альбому это не любовь что еще можно добавить даться опять естественно указан только как вокалист хотя мы все знаем прекрасно что он играл на электрической гитаре которая была использована просто как акустическая то есть никуда не подключена и звук этой гитары снимался вокальным микрофоном точнее сказать вот звук медиатора который ходил там по струнам запутался немножко ладно дело не в этом это опять не указано на этой же гитаре виктор цой играет в альбоме ночь вот история этой гитары такая это та самая гитара елана и рис с которой виктор цой уходил на концерт в ленинградский рок фестиваль 85 года помните да да это та самая гитара я это очень долго устанавливал когда делал выпуск про альбом от не любовь пришлось и алексея вишню расспрашивайте кого-то еще и так долго-долго копал в итоге мы установили что это на записи было именно вот от гитары елана и рис помните лишь не рассказывал как там снял с нее всю краску она была красного такого цвета к эстрадной гитары он содрал с ним все краску цвета очень понравилось он и схватил и прям весь альбом проиграл на этой гитаре но эта гитара знаете откуда она вообще появилась у лишние алексея изначально эта гитара была на студии антроп у андрея торопила потом она какими-то путями попала к алексею вишни а потом уже только к виктору свою но изначально насколько мне известно вообще эта гитара звучит также и на альбоме ночь потому что когда планировал записать альбом ночь а он был записан ранее чем альбом то не любовь виктор цой занялся поисками электрической гитары и нашел ее как раз таки утропила но вроде бы как так получилось что сною гитару уже ушла к вишне и цой взял ее у вишни записал альбом если я так правильно понимаю ночь а потом уже и и на альбоме это на любовь он тоже играет на этой же самой гитаре вот такая история у этой гитаре и лана и рис вот и ребят едем дальше что касаемо альбома ночь да вот какие тут нарекания моменты но по большому счету там в общем то все правильно но неплохо было бы указать да что юрий кспарян играл на клавишах таких композициях как танец мы хотим танцевать и фильмы послушайте внимательно это все там отчетливо слышно а для тех кто не слышит на альбоме финальной версии послушайте на черновике на черновике там клавиши слышно еще более отчетливо в этих же композициях по поводу альбома звезда по имени солнце опять не указано то что на клавишах играл агетти хамиров партии синтезаторов на черном альбоме опять таки это тоже не указано почему вот эти ошибки повторяются всеми издателями которые это выпускают я не знаю ребят еще такой конечно момент что касаемо черного альбома а точнее сказать его черновика все мы помним да что в 2002 году сперва это издал мороз рекордс да это был такой сборник последней записи там был якобы черновик черного альбома якобы копия той самой кассеты которую виктор цой и юрик спорян записывали в латвии тогда помните в том самом зарычки сейчас то черновик уже переездом машины рекордс опять-таки это нам представляется как именно тот самый черновик из сарайчик он давайте попробуем разобраться а может ли так быть что должно по идее быть на этом черновике гитара ваш бурн она там есть гитара yamaha sg-200 ударный ударные партии и голос виктора цоя хорошо откуда на этом черновике мы желая бас-гитара скажите мне и кто я там в этом сарайчике записывал ребят которые вот такие прям прожженные фанаты которые сами гитаристы с ними говорил не говорят что это гитара игоря тихомирова откуда она взялась на этом черновике скажите мне там большинстве композиций конечно звучит синтез бас так называемый электронный бас но есть и некоторые композиции в которых звучит желая бас-гитара и говорят что это бас-гитара игоря тихомирова скажите мне откуда она там взялась игорь тихомиров вот момент находился в ленинграде откуда клавиши на этой записи челок с парен со своим собой синтезатор что ли тащили туда в этот принц и мс я очень сильно в этом сомневаюсь о чем я сейчас говорю что скорее всего это не тот самый черновик который писал соиск с пареном это уже такой некий промежуточный вариант то есть был черновик вот это из принца емса и потом уже на видеофильме его как-то дорабатывали что-то пересводили добавляли туда клавиши добавляет туда бас и вот этот промежуточный вариант нам сейчас выдают и получается именно как то ту самую кассету которая была опять-таки в машине момент аварии на такого не может быть если я не прав объясните мне откуда там бас-гитара и кто на ней там сарайчики играл цоэрик с паренду запросто такое могло быть но вот ребята которые прямо такие прожженные они говорят что это и тихомиров играет это как-то там очень легко понять я вот настолько сильно в этом не разбираюсь есть воспоминания x поляна что они взяли с собой колонки порта студию две гитары и микрофон есть такие воспоминания поищите вы найдете никакой речь про синтезатор про бас-гитару там не было вот объясните мне откуда на записи эти инструменты появились скорее всего это промежуточный вариант вот интересно было послушать именно тот самый черновик из сарайчик вот это было бы интересно мне только голос цоя его акустическая гитара гитара yamaha sg-200 и в драм-машина ну может быть все таки драм-машина способна воспроизвести какие-то ритмические рисунки что-то наподобие баса на этот вопрос мне тоже до сих никто ответить почему-то не может хотя у многих это драм-машина есть но опять-таки извините синтез бас с живой бас-гитары с тем более с игрой игоря тихомирова не перепутаешь вот такой ребят сегодня выпуск получился вот о чем я сегодня с вами хотел поговорить что я вам еще хотел по ходу выпуска показать но не показал вот я вам показывал группу крови да еще его показывал маман так называемый а вот и еще такой весь винил атаман и вот это вот это я сейчас буду цифровать и добавлять свой архив там этого до сих пор еще нет а потом это пойдет уже на загрузку яндекс диск на сегодня все до новых волнующих встреч напоминаю что я продолжу снимать новые выпуски когда будет закрыта полностью тема с архивом но работа еще неделю на три может быть на 4 даже может быть и больше до новых волнующих встреч всем спасибо